Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана Экстрадированный из Польши вор в законе Олег Пирогов заявил о своих правах. Как стало известно про имкрайм, минувшее лунное затмение стало судьбоносным для двух воров в законе, давно и крепко повязанных узами дружбы. В тот же день, когда в нижнем 38-летнему Вите Жаринову, Сирич Цезарю, за то, что воры похищал людей, дали десятку, Польша чуть ли не впервые в истории выдала России титулованного вора 44-летнего Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, находившегося в международном розыске по той же прямовой статье, по которой осудили Цезаря, а также по подозрению в заказных убийствах. Один из называемых эпизодов, который вменяют Циркачу, расстрел на почве конкурентной борьбы Юрия Лохматова, в палате Электростальской больницы, в декабре 2006 года. Забава и Жора, подмосковные законники Горьковского направления, знали о роли Циркача и до последнего были против его коронации, согласные на кого угодно, кроме него. Говорят, если б не закон, Циркач и Забаву бы устранил как преграду, что до Жоры, они с Циркачом, заклятые враги после того, как Олег, уже будучи вором, исполнил своего краснодарского друга, Вадика Иваненко, которому родственники Шакры на той же почве, тайно вынесли приговор, задев ни о чем не подозревавшего Вову Пухлого, одного из своих крестных отцов. Этот выполненный заказ стал для Циркача окончательным пропуском в воровской круг, который в конце 2014 года начал просеивать Шакры по возвращению из Испании. Напомним, Циркач был принят в семью деда Хасана, в разгар конфликта кланов, в мае 2011 года, вместе с не менее одиозными личностями такими, как Кушнер, Гелани, Шамиль и Армен Хохол, не раз сталкивавшимися впоследствии, с проблемой признания в глазах коллег, а некоторые по 3-4 раза и до сих пор. Каждому из них, дабы задобрить Шакры, пришлось проявить свои лучшие качества, на какие те были способны. Когда ветер перемен подул в сторону грузин, развеяв прах на могиле Хасана, Циркач пошел на поклон к Мирабу и дал ему для предстоящей большой игры, с Шакры пару сильных козырей, назвав имя заказчика убийства Иваненко, как бы там ни было, убитого не по-воровски. Именно в компании Мирабовских, которые 5 лет назад спросили с Жоры, за прогон по Аняне, Циркач потом и коротал в Польше время до своего ареста, летом прошлого года. Незадолго до этого у Циркача на поминках Сачина в Варшаве, случился конфликт с вором Тимуром Самтрецким, для которого это было чуть ли не первым случаем, когда он вышел из тени на свет. Распре произошла на глазах братвы, которую Тимур распекал, а Циркач наоборот хотел отпустить и не наказывать. Несмотря на мнение Циркача, Тимур ударил одного из ребят, во что Циркач тут же вмешался, заслонив атакованного собой. Под предлогом того, что Тимур проигнорировал его, вора, просьбу, Циркач ударил Тимура, и завязалась драка. Когда дерущихся разняли, Тимур спросил Циркача, за что он ударил вора при фраерах. Циркач ответил, что первым ударил Тимур. Тогда Тимур обратился к присутствовавшим ворам и спросил у них. Грузины Пирадзе и Корсагия сказали, что не видели, а Айко Астраханский подтвердил, что первым ударил Циркач, которому затем Тимур заявил, что он не вор. То, что не скоро, если бы сошло, с рук другому вору, Циркача почти не коснулось. За него сразу же попросили старшие грузины и Тимуру, скрипя сердце, пришлось примирительно пожать с Циркачом руки. И в глазах коллег, и тем более, братвы, от этого конфликта Олег в авторитете только выиграл. Чего-чего, о популярности Циркачу не занимать. Еще до того, как стать вором, его имя было на слуху у каждого уважающего себя преступника. Влившись в элиту, Циркач очень быстро вышел на международный уровень. Немногим из действующих воров, доводилось сидеть в тюрьмах трех разных стран, включая Ирак и Турцию. Неудивительно, что на недавний вопрос оперативника о принадлежности к ворам Циркач, без всяких экивоков, нынче свойственных некоторым представителям воровской братьи, ответил убедительное «да». За этим ответом скрывается никто иной, как новый лидер российских воров в законе, которому на ближайшие годы суждено влиять на ситуацию, по крайней мере, в местах лишения свободы. На этом поприще на плечах Олега, груз огромной ответственности за всю воровскую организацию, ведь самым известным Циркачом до него был Япончик. Правоохранительные органы Польши с охотой выслали из страны российского криминального авторитета Московской области Олега Пирогова, более известного под прозвищем Циркач. Его подозревают в убийстве. Сотрудники прокуратуры Польши признали доводы российских следователей и решили экстрадировать арестованного, который находился в международном розыске. По данным следствия, в 2011 году за обвиняемым было признано высшее положение в преступной иерархии, вор в законе, с криминальным прозвищем Циркач. Как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, он с 2011 по настоящее время осуществляет координацию действий организованных групп на территории Московской области, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов, заявили в СК России. Уважаемые зрители нашего канала, теперь внимательно послушайте, что ранее, писали в СМИ про вора в законе Циркача. С Циркачом ограничились беседой. В декабре месяце 2015 года, вор в законе Циркач, после пребывания в Анапе, вернулся в Москву. На юге он находился 10 суток под административным арестом, в связи с найденным у него порошкообразным веществом. В Анапе Циркач должен был встретиться с местным вором Тамазом, но был задержан через полчаса после прибытия в город. Да и Тамаз также на следующий день попал в изолятор. В общем, встречи не получилось. Сразу после отбытия ареста, вор в законе возвратился в столицу. Здесь он нанял вертолет, который должен был доставить его из аэропорта Домодедова в Ногинск, минуя полицейские кордоны. Но умыкнуть от правоохранительных органов не удалось. Вора в законе задержали, когда он спускался по трапу самолета, после чего припроводили в местное отделение, где провели с ним профилактическую беседу. Потом вор был отпущен на свободу. В июне месяце 2016 года в деревне Починки задержали вора в законе Циркача. В среду в деревне Починки Ногинского района Подмосковья сотрудниками ГУ МВД России по Московской области задержан 39-летний вор в законе Олег Пирогов, более известный в криминальных кругах, как Циркач. При личном досмотре у Пирогова был изъят кокаин. Сегодня суд изберет задержанному меру пресечения. По результатам проведенного исследования, количество изъятого порошка едва не хватило для того, чтобы вменить Пирогову крупный размер, который с большей вероятностью отправил бы вора в законе за решетку на долгий срок. Теперь же, при наихудшем раскладе Циркачу грозит до трех лет лишения свободы. Однако по опыту двух предыдущих попыток привлечь Пирогова к реальной ответственности по первой части 228 статьи, дело практически безнадежное. Впрочем, везение, которое по жизни сопутствует Циркачу, уже ни для кого не секрет и не новость. Всех гораздо более интригует, какой будет развязка его конфликта с бывшим другом, Жорой Ташкентским. Жора, не посчитавшись с интересами своего друга, не простил ему убийство Вадика, которому сегодня исполнилось бы 48, и единственный из двух десятков задержанных на месте преступления, дал на Олега свидетельские показания. С тех пор Жора живет в Турции, и добавил к обвинению Циркача, якобы что он еще растратил что-то из общего. По мнению Олега, если Жора изначально, и чувствовал за собой моральное право судить о его поступке, то своими последующими действиями сам себя же этого права и лишил. Злые языки говорят, что дружба никогда надолго не связывала Циркача ни с кем из его друзей. Дескать он, не задумываясь, приносит друзей в жертву личным интересам. Из-за этого Циркача не только недолюбливают, но и откровенно побаиваются, особенно, бывшие друзья, после разрыва с которыми Циркач не вознесся слишком высоко, чтобы так этого им оставить. А вот что в прошлом 2020 году просеходило с Циркачом. Злоключение вора в законе Циркача. ГСУ СКР по Московской области завершило расследование по двум эпизодам деятельности преступной группировки, который заправлял вор в законе Олег Пирогов, Циркач. Бандиты держали в страхе часть Подмосковья, обложив коммерсантов данью, как в 1990-е годы. Тех, тех пытался спорить с гангстерами, ждало суровое наказание. Так, например, одну их жертв больше недели держали в железной клетке. Как рассказал источник в правоохранительных органах, из масштабного расследования в отношении деятельности группировки Циркача в отдельное производство выделены материалы по двум эпизодам. Первый касается похищения бизнесмена Галстяна, у которого требовали деньги и имущество. А второй – избиение коммерсанта Монахова и вымогательство у него крупной суммы. Все следственные действия по данным эпизодам завершены, обвиняемые, которых удалось арестовать, знакомятся с материалами, после чего они поступят в суд. Расследование других эпизодов деятельности группировки Циркача продолжается. По данным оперативников, пока на свободе был вор, в законе номер один Захарий Калашов, шакра молодой, приближенный к нему Олег Пирогов в финансовом плане, чувствовал себя великолепно. Он ворочал крупными делами, которым привлекал его шакра, деньги текли рекой. А потом Калашова арестовали. Без старшего товарища Циркач не остался. В материалах дело говорится, что он был близок с 70-летним законником Владимиром Баркаловым, блондин. Однако влияние Циркача резко сузилось до части Подмосковья, в первую очередь Ногинского района, поэтому резко ухудшилось его финансовое положение. Тогда вор в законе решил вернуться на подконтрольные территории 1990-х годов, обложить данью абсолютно всех местных коммерсантов. По версии следствия, структура АПГ выглядела следующим образом. Смотрящим от Пирогова и Баркалова был Михаил Павлюченко, Масяня. Он обозначал сумму дани, выступал третейским судьей и так далее. А непосредственно боевиками руководил матерый уголовник Шико Шамоев. В его подчинении были в частности Мурат Магомедзагиров, Махач Саламов, Руслан Абукиримов, Анатолий Свергунов, Артур Назаренко. Они стали объезжать коммерсантов и объявлять, что теперь ежемесячно надо платить дань крыши. Клетка для коммерсанта. Что происходило с несогласными, хорошо видно на примере Галстяна. Он платить отказался и попало на счетчик. Когда по версии бандитов, набежала крупная сумма, от коммерсанта потребовали переписать на них дом и земельный участок. Вновь получив отказ, его силой посадили в машину, пристегнули наручниками и отвезли в частный дом в Ногинском районе. Там предпринимателя посадили в железную клетку и ежедневно избивали. В результате он был вынужден отдать нападавшим денег и имущество на 1,7 миллиона рублей. У Монахова была партнер по бизнесу, с которой они друг друга постоянно финансировали. Когда между ними произошел конфликт, каждая сторона сочла, что оппонент должен денег. В частности, Монахов выставил бизнесвумен счет на 7 миллионов рублей. Та пожаловалась циркачу, с которым была знакома. После этого бандиты на дороге блокировали машину с Монаховым. Ему приставили нож к горлу, пересадили на пассажирское сидение и пристегнули наручниками к ручке автомобиля. Бизнесмена вывезли в укромное место, где потребовали отказаться от финансовых претензий к бывшему партнеру, а также заставили написать долговую расписку на 7 миллионов рублей. Потом с Монахова настойчиво требовали эти деньги. Карьера циркача. Напомним, карьера циркача в криминальном мире резко пошла вверх после истории с убийством законника Вадима Иваненко, Вадик Краснодарский. Официально Вадик был обвинен другими ворами в законе в хищении денег из общака. Однако накануне гибели у него был конфликт за право лидерство в преступном мире Кубани, с Шалвой Азмановым и Давидом Азмановым, дата Краснодарский, родственниками босса всех боссов Захария Калашова, Шакра молодой. Источник Росбалта отмечал, что в такой ситуации решение о ликвидации Вадика не могло быть принято без одобрения Шакра. Да и циркач не решился бы на расстрел коллеги по воровскому цеху, если бы не имел соответствующего предписания сверху. Вадик догадывался, что обстановка вокруг него накаляется. Однако погостить в Турцию его пригласил близкий друг, вор в законе Георгий Сорокин, Жора Ташкентский. Стоит отметить, что последний, как и другой криминальный генерал, присутствовавший при расправе, Владимир Жураковский, Вова Пухлый, не были посвящены в планы циркача. Во время застолья в Анталии авторитет Монгол, прибывший вместе с Пироговым, неожиданно достал пистолет и открыл огонь по Вадику. Происходящее стало полной неожиданностью для Владимира Жураковского. Он бросился на стрелка и в ходе борьбы получил случайную пулю. Прибывшие на место убийства полицейские задержали уцелевших участников застолья, в том числе циркача, а медики констатировали смерть Вадика и госпитализировали с ранением Пухлого. Поскольку авторитет стрелок взял всю вину на себя, полицейские выпустили циркача под подписку о невыезде, при этом у него отобрали документы. Менее чем через месяц Пирогов решил сбежать из Турции. Вернувшись в Россию, циркач и Азманов заняли почетное место в штаб-квартире Шакра в комплексе Галден Пелос. Но продолжалось это недолго. Калашов был арестован за вымогательство, а влияние циркача сузилось, доставшего ему родным Ногинского района Подмосковья. Сам Пирогов, когда начали задерживать его боевиков, подался в бега. Он объявлен в международный розыск.